Здравствуйте! Вы смотрите программу по существу в студии Татьяны Молокова. В начале июня в Заволжье пройдет форум Молгород. Сегодня наш разговор об этом молодежном необычном проекте. У нас в гостях начальник управления молодежной политики и Минобразования Чувашской Республики Алексей Львов. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте! Молгород в этом году пройдет под лозунгом «Пять звезд». Что это значит? «Пять звезд» означает пять лет форума. То есть в этом году форум Молгород будет проводиться в пятый раз. И каждая звезда символизирует год существования этого молодежного города. Каждая звезда показывает то количество людей, которые прошли через этот форум, через образовательную программу этого форума. Но это история в первую очередь. Основная функция Молгорода все-таки образовательная. Что ждать молодым людям, которые попадут в ваш город в рамках образовательной программы? Начну с того, что в этом году участников ждет небольшое изменение. Если в прошлом году у нас было 11 образовательных направлений, то по рекомендации участников мы сузили это все до формата пяти направлений. Но у нас, кроме этого, будут идти пять тематических дней. Таким образом, каждый участник сможет выбрать одно из шести направлений. Для чего это делается? Для того, что у нас были случаи, когда молодые люди не могли выбрать, а на какое направление идти. Потому что им хочется пойти на государственное муниципальное управление и на экономику. Потому что и там, и там сильные эксперты. Так в этом году мы сделаем так, чтобы проще было делать выбор молодым ребятам. В таком случае, с кем из известных экспертов, известных людей, молодые люди могут встретиться на форуме? Если честно, мы пока держим это все в секрете. Ну, для того, чтобы сохранить некую интригу. Но я уверяю, что в конце мая программа форума по всем направлениям, включая и культурную, и спортивную программу, она будет вывешена на сайте форума. Для того, чтобы молодые люди успели подготовиться. То есть, во-первых, они должны успеть выбрать направление, которое они хотели бы посещать занятия. А второе, чтобы они могли подготовиться к тем экспертам, которые приедут. Но имена, фамилии экспертов мы пока держим в секрете. Могу лишь сказать, что это будет около 200 экспертов. Половина из них не из нашего региона. Это эксперты в своих областях, в этих направлениях. Это успешные люди, которые смогут показать нашей молодежи о том, каких успехов они достигли. А как они достигли, какой у них путь был, да, и какие проблемы были на этом пути, и как они решали эти проблемы. Для того, чтобы молодые люди понимали, что в каждой проблеме есть выход. И, как правило, это не один выход, а намного больше. То есть, нужно научить ребят принимать решения, в том числе в условиях полной неопределенности. Ну, тема достаточно интересная заявлена. Тут, наверное, не только молодые люди захотят поучаствовать. Я думаю, да. И уже есть такие, вот проходят презентации в учебных заведениях в городе Чебоксары и в муниципалитетах. И, например, педагоги хотят посетить. То есть, естественно, как бы площадка Молгорода, она открытая. То есть, нет такой задачи кого-то не пустить. Наоборот, мы рады увидеть вас. Мы рады поделиться теми наработками, которые сегодня существуют. Как они могут к вам приехать на Молгород? Вот как это сделать? Очень просто. Для удовольствия как раз-таки целевая аудитория, а у нас целевая аудитория – это молодежь. Мы знаем, что молодежь у нас сидит в интернете, особенно в социальных сетях. Поэтому в одной социальной сети у нас создана группа сообщества «Форум Молгород». И уже в этой группе насчитывается 4,5 тысячи участников. Понятное дело, что не все из них примут участие в форуме. Но мы ожидаем порядка полутора тысяч человек, постоянно проживающих на территории форума Молгорода. И мы еще ожидаем порядка 700 человек – это участники отдельных мероприятий, которые будут проводиться в течение этих семи дней. Ну, это финалы республиканских мероприятий, финалы городских мероприятий. Это отдельные фестивали, это отдельные спортивные мероприятия и отдельные образовательные проекты. – Организаторы Молгорода, администрация Чебоксара и Министерство образования. Но я знаю, что вы один из основателей Молгорода. Что для вас этот форум? – Если честно, очень сложно сказать, что это моя идея, поскольку она не родилась у меня в голове. Это была идея нескольких людей, то есть и Алексей Ефимов, и Дмитрий Щепелев. И это идея, которая была поддержана командой. Это большая организационная команда. Вот, например, в 2012 году форум Молгород делали не три человека. Его делало 200 человек. Это инструкторы, это кураторы образовательных направлений, спортивных направлений, это команда службы безопасности и так далее. Это 200 молодых людей. За что я люблю? Наверное, за все. За атмосферу, за семейную такую среду, которую не получить нигде. Я просто еще пока не видел такого. Вот эту семейную атмосферу, которая фактически воспитывает новое поколение молодых людей, новых управленцев, новых, если мы говорим о производственной сфере, инженеров, но с новым мышлением. Понимаете, когда ребята переходят в разряд творцов, создателей, а не иждивенцев. То есть именно за это я люблю. Поскольку виден сразу же результат. Причем буквально в первые же месяцы виден результат после Молгорода. Спасибо, Алексей. Напомню, что сегодня о молодежном форуме Молгород мы разговаривали с Алексеем Львовым, начальником управления молодежной политики и именобразования Чувашской республики. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова